Сегодня в Карачаево-Черкесии начались трехдневные выборы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов призвал всех принять участие в голосовании и отметил, что жители республики всегда отличались высокой гражданской позицией и социальной ответственностью. Своё конституционное право жители могут реализовать на 251 участке. Голосование будет проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября. Всего замещению подлежат 250 депутатских мандатов. В штатном режиме начали свою работу сегодня и все 53 участка в республиканской столице. За волеизъявлением жителей Черкесии следил Ахмат Халкечев. Ровно в 8 утра свою работу участковые комиссии, как и по всей Карачаевой-Черкесии, начали с гимнов страны и республики, что в свою очередь еще раз подчеркивает важность момента. Ведь без учета мнения каждого сложно будет добиваться реального развития нашего региона. Ну а после, чтобы исполнить свое гражданское право и долг первыми порог участка переступают самые ответственные избиратели. Всего в Черкесии зарегистрировано 85 936 избирателей, из них 614 впервые голосующие. За что вы проголосовали? За хорошее будущее, чтобы у нас в республике все изменилось к хорошему. За молодых, активных проголосовали. Надеемся, что скоро война закончится, наши сыновья вернутся домой. Вот за что мы голосуем и сейчас за что и молимся. Высокую степень гражданской сознательности избирателей на этих выборах обеспечивает осознание того, что обновленный парламент республики будет задавать вектор развития региона на протяжении ближайших пяти лет, отмечает председатель 45-й участковой комиссии Черкесии. На нашем участке всегда большой процент избирателей. Все избиратели активные, приходят с семьями, приходят молодые избиратели. Мы рады всем людям, поэтому хотелось бы, чтобы каждый гражданин исполнил свою обязанность, свой долг, сделал выбор. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от Общательной палаты республики. Ну а на 21-й избирательный участок республиканской столицы заглянул еще и федеральный эксперт. Самое главное это то, что здесь люди действительно правильно настроены, правильно понимают ситуацию в стране. Я так понимаю, этапе подготовительном. Возможно и есть какие-то трения, какие-то улаживания каких-то спорных вопросов, но на момент выборов все идут с четким пониманием, что они будут делать и как они будут это делать. Ну это тоже такой показатель, который именно говорит о том, что общество здоровое. Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, четко демонстрирует понимание того, каким должен быть обновленный парламент региона. Здравствуйте. Здравствуйте. За что вы голосуете сегодня? За что? За что? Чтобы всем жилось хорошо. Мы же не безразличны к нашей родине. Мы же должны жить как нормальные люди. Как народ себя поведет, такая и будет страна. Я думаю, она будет процветающей. Не сомневаюсь. Для каждой категории избирателей предусмотрены подарки. Голосующим впервые дарили термокружки. Представителям старшего поколения – ежедневники. Ну а для самых юных гостей избирательных участков заготовлены сладкие угощения, наклейки и воздушные шары. С кем ты пришел сегодня? С мамой. Что мама тебе говорила? Зачем? Голосовать. Что ты знаешь о выборах? Выбор нужны, чтобы выбирать новых людей. А чем будут эти новые люди заниматься? Они будут работать для страны, для республики. Своё конституционное право жители республики могут реализовать в течение трёх дней. До 8 сентября включительно по всей Карачаевой Черкесии с 8 утра и до 20.00 вечера будут работать все избирательные участки. Ахмад Халкетчев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Продолжение следует... Продолжение следует...